Внимание! Следующая программа содержит кадры, которые могут вызвать сильное эмоциональное напряжение. 8 мая щучинские спасатели выезжали на тушение пожара в одном из домов агрогородка Орля. Дом числился как нежилой, но спасатели обнаружили в нем тела 67-летнего мужчины и 68-летней женщины. Установлено, что погибшие были супругами и проникли в строение незаконно. Специалисты РУЧС предполагают, что пожар мог возникнуть в результате их неосторожности при курении. 10 мая предположительно по этой же причине погибла 77-летняя жительница деревни Ханчицы с Вислочского района. Жильцы 4-х квартирного дома забили тревогу после того, как почувствовали запах дыма, распространяющегося из комнаты, в которой проживала пенсионерка. Как оказалось позже, за дверями тлела кровать, на которой лежала женщина. Соседи водой залили постель. Лицкие спасатели выезжали на тушение пожара в деревню Доржи в ночь с 8 на 9 мая. Там горела хозпостройка. Огонь до приезда пожарных успел уничтожить навес и крышу. Никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии. Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. За минувшую неделю в Лиде и Лидском районе произошли 17 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых был травмирован человек. В четверг около пяти часов вечера в Лиде на улице Куйбышева девушка, управляя Volkswagen, выезжая задним ходом со двора частного дома, не заметила пешехода, двигавшегося по тротуару. От удара о бампер автомобиля 84-летняя женщина упала и получила травму головы. Пенсионерка была доставлена в Лидскую районную больницу. На следующий момент по данному факту проводится проверка, но уже можно сказать, что женщина, двигая задним ходом, не заметила бабушку, которая двигалась по тротуару. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к водителям с просьбой при движении задним ходом быть более внимательными, смотреть в зеркала. Также в случае, если затруднено движение задним ходом, необходимо прибегнуть к помощи других лиц. Лидским пограничникам при задержании контрабандистов пришлось применять оружие. При граничной зоне в Вороновском районе они попытались остановить УАЗ для проверки документов. Однако водитель лишь увеличил скорость. Началась погоня. Беглец всячески пытался оторваться от преследователей. Когда последние на служебном автомобиле хотели прижать внедорожник к обочине, его водитель пошел на таран. Как и полагается по инструкции, пограничники применили оружие. После предупредительных выстрелов в воздух стали стрелять по колесам. Только после этого УАЗ остановился в поле в районе автодороги Павиланцы-Радунь. Но находившиеся в нем сдаваться не собирались, они бросились в лес. В салоне автомобиля пограничники обнаружили 30 коробов сигарет отечественного производства, подготовленных к переправке через белорусско-литовскую границу. В ходе оперативно-поисковых мероприятий было установлено оба беглеца – жители Вороновского района. В отношении нарушителей начат административный процесс по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий». Им грозит штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Меру ответственности определит суд. Задержанный УАЗ и 30 коробов сигарет переданы в налоговую инспекцию по Вороновскому району. Попытку незаконного ввоза на территорию Белоруссии дорогостоящего фасовочно-упаковочного оборудования пресекли сотрудники Гродинской региональной таможни. Оборудование, предназначенное для фасовки сливочного масла и других пастообразных продуктов, следовало из Литвы через пункт пропуска Биня-Коне в грузовом отсеке автомобиля «Вольво» в Россию. Согласно представленным к таможенному оформлению документам, стоимость груза составила 5200 евро. Однако в ходе проведения проверочных мероприятий таможенниками обнаружены подлинные документы, согласно которым фактическая стоимость перемещаемого товара занижена более чем в 7 раз. По факту недекларирования товара судом вынесено постановление о привлечении водителя и субъекта хозяйствования к административной ответственности. Незаконно перемещаемый товар, стоимостью более 37 тысяч евро, конфискован. Лицким РУВД устанавливается личность мужчины, которого вы видите на экране. Если кто-либо владеет информацией о разыскиваемом, просьба сообщить по номеру 102. Анонимность гарантируется. Лицким РУВД также разыскивается пропавший без вести 42-летний личанин Алексей Косы. В январе 2017 года он уехал на заработки в Москву и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Его приметы на вид 40-45 лет, рост около 185-175 сантиметров, среднего телосложения, волос темно-русый. Если кому что-либо известно о судьбе Алексея Косы, просьба сообщить по номерам на экране. Ведь моя мама всегда бегала, где попала. Всегда бегала, где попала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С начала 2000-х на дорогах Элитского региона погибли 16 несовершеннолетних. Целая группа детского садика похоронена по прямой или косвенной вине взрослых. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин